Что хочу отметить еще. То, что в Киеве пока еще способно вызывать большой скандал, ну вот именно использование вот таких полувоенных, полулегальных формирований, в регионах удивление, к сожалению, уже не вызывает. Политики там, конечно, меньше, но в экономике силовые ходы используются регулярно. Доходит даже до стрельбы. Давайте посмотрим. Это видео снято сразу после перестрелки на заводе по переработке сои в Новой Каховке. Весь личный состав гороотделения полиции поднят по тревоге. Вооруженные автоматчики, вход заблокирован. А это фото с места перестрелки. В стенах застряли несколько пуль. Охранники завода утверждают, по ним стреляли боевыми патронами. Мы были на объекте, охороняли его. И свалилась эта тетушня. Просто и стала сутка, начали подрывать, что-то там стрелять. После конфликта в больницу попали сразу четыре человека. В основном это черепно-мозговые травмы, ну, средней степени тяжести. И у одного пострадавшего огнестрельное ранение. Ну, это проникающее ранение обеих бедер. В городской полиции подробности конфликта не комментируют. Ссылаются на тайну следствия. Обещают разобраться к понедельнику. А пока взяли завод под свою охрану. После перестрелки задержали около 30 человек. Конфликт на заводе произошел между законной охраной предприятия и группа неизвестных. Новоприбывшие пытались блокировать работу завода. Охранники несколько раз пробовали мирно разобраться. Но неизвестные применили силу. Использовали биты, палки и огнестрелы. А началось все на прошлой неделе. Тогда неизвестные в балаклавах, спортивных штанах, кроссовках и с палками в руках ворвались на территорию Каховка-Протеин-Агра. Как раз после визита следователя генпрокуратуры Александра Буковчаника. Он приехал провести осмотр завода в рамках судебного дела. И без разрешения суда вынес постановление, что охранять предприятие будет компания, которая несколько лет назад владела этим заводом. Но из-за миллионных долгов перед банком утратила право собственности. Более того, с 2011 объявлено банкротом. Гореохранники, которые по документам осуществляют уборку снега, захватили центральный вход. Во время визита нашей съемочной группы, неизвестные в спортивках, вели себя агрессивно. Бросали в съемочную группу льдом и угрожали. Ха-ха-ха-ха. Прибывшие на место полицейские разобраться в ситуации не смогли. Людина интересуется, чего его туда не пускают. Я объясню, как бы с законной точки зрения, что это так, о, это приватное предприятие, франш-державное установление, это приватное предприятие. Так это все. Но охрана приватной установки нас пускает. Нас интересуют эти люди в балаклавах, которые не представляются. А вы можете пояснить, что это за люди в балаклавах? Не могу пояснить, потому что сам не понимаю. Нападением на журналистскую группу закончился и визит интернет-издания «Зеркало недели». Уборщики снега в балаклавах даже выбежали за территорию завода. Внезапно открылись ворота, они вылетели, напали на охранника, начали его, повалили его на землю, начали его бусать. По мнению независимых юристов, один из главных фигурантов конфликта – следователь Генпрокуратуры Александр Буковчаник, так как превысил свои служебные полномочия. Есть решение судов, и в последнее время Генеральная прокуратура, видимо, точнее, отдельные должностные лица Генеральной прокуратуры, решили взять на себя функции судов. И не ждать, пока суды рассмотрят тот или иной спор, а быстро принять самостоятельное какое-то решение, кто является собственником и кто должен владеть этим заводом. Юристы не исключают, следователь в этом деле имеет личный интерес. Ну, учитывая еще и поездки на самостоятельные, в такую даль, при очень большой загрузке Генеральной прокуратуры, ну, есть сомнения в его незангажированности, и его беспристрастности, и исключительно правовом подходе к решению этого вопроса. Думаю, тоже это будет предметом анализа и изучения. Мы узнали, что неизвестные, которые устроили перестрелку с охраны предприятия, бывшие бойцы батальона «Айдар» и охранной фирмы «Восьмая сотня». Перед переездом в милицию, начал выяснять свои отношения, и он вышел, сказал, что он участник АТО из батальона «Айдара» с позывным «Саид». И хотя сейчас завод под контролем госохраны, ситуация остается нестабильной. Уже сегодня днем неизвестные попытались снова заблокировать работу завода. Въезд к предприятию перекрыли бетонными плитами. Установили. А кто установил? Ну, ребята, которые хозяйничают. Это заезжая группа? Охрана. Мы продолжаем следить за развитием этого резонансного дела и ждем реакцию от силовых структур и генпрокуратуры. Александр Васильченко, Геннадий Вивденко, Даниэль Косаковский, Василий Миновчуков. Подробности недели. Телеканал «Интер». Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!